Дневной разворот Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании Азбука Быта. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги, добрый день. И мы буквально каждый день анонсировали сегодняшний эфир. Мы говорим о том, что мы продолжаем заниматься просветительской деятельностью или безом. Да, Сергей Николаевич, как договаривались, когда же с общественной палатой в сфере ЖКХ. Это очень важно, потому что мы и в понедельник, и во вторник разбирали истории по повышению тарифов по разным направлениям снабжения нашего населения, простите за это выражение, горожан, теплом, электричеством, водой и прочими делами. И такой услугой, как вывоз мусора. Мусорные реформы и изменения в этом направлении мы тоже обсуждали. Вот это все грядет буквально с началом года, и в этом разобраться мы стараемся вместе с нашими экспертами. И мы как раз анонсировали, что 2 ноября в Кирове прошла крупнейшая региональная конференция изменения в жилищном законодательстве в сфере управления многоквартирными домами. Организовал эту конференцию Сбербанк. Сбербанк собрал на своей площадке множество экспертов местных, региональных и федеральных. Расскажите нам, пожалуйста, Марина Викторовна, с какими целями Сбербанк... Вот третья уже конференция проводит такую конференцию. Она очень серьезная была, целый день она шла всю пятницу. Сергей Николаевич модерировал, многие там сессии от и до там был, поэтому, конечно, обратимся к вам еще. Так, Сбербанк, в ваш в чем интерес, с какими целями вы это устраивали? На самом деле, действительно, это была уже третья конференция на эту тему. И после конференции в 2016 году мы понимали, что нужно провести не менее значимую и весомую конференцию для наших партнеров на рынке, как раз ЖКХ в Кирове. И для нас это был очередной вызов. И я думаю, что мы с ним справимся очень хорошо. Основная цель была как раз собрать на единой площадке всех участников ЖКХ. А именно управляющих компаний, органов власти, ресурсосбережающих компаний. И, кроме того, нам посчастливилось получить на этот день, на 2 ноября, эксперта в жилищном законодательстве Ирину Петровну Маликову. Она как раз приехала к нам из Москвы, рассказала подробнейшим образом все изменения, которые есть в законодательстве. Вопросов от управляющих компаний было просто море и не отпускали ее до последнего. Я думаю, что как раз удалось услышать важные вопросы друг от друга, получить ответы на ряд вопросов. Но мы понимаем, что основная работа все еще впереди. Да, на конференции обсуждались такие вопросы, как взаимодействие субъектов отрасли ЖКХ, которые перечислены только что были вами, Марина Викторовна. Прямые договоры между ресурсоснабжающими компаниями и потребителями коммунальных услуг. До сих пор люди не разобрались, нужны, не нужны. Как их выгодно и управляющие компании не разобрались, как оказалось. Дальше. Сроки и порядок введения новой коммунальной услуги. Это как раз твердые коммунальные отходы. Никто не знает, это вообще состоится или нет. Это еще в свете вчерашнего решения арбитражного суда, который не разрешил открывать полигон в Осенцах. Как заработает вся эта схема в отсутствии работающего полигона. Проблема долгов, повышение прозрачности взаиморасчетов. У нас задают очень маленькие частные вопросы. Вот как придут квитанции, какими они будут. Это будет единый платежный документ, не единый платежный документ. Мы сейчас говорим про квитанцию, которая за свет и за вывоз мусора. Да, какими способами можно будет платить. Вот эти все вопросы, конечно, касаются абсолютно каждого жителя. Сергей Николаевич, вы модерировали сессии этой большой конференции. Насколько остро проходили обсуждения? Какие главные вы бы здесь отметили рэперные точки? Я для начала хотел бы рассказать, что таких мероприятий, которые по вопросам ЖКХ именно для специалистов, для управляющих компаний, в Кировской области практически нет. Особенно с экспертами такого уровня. Вы имеете в виду Ирину Маликову? Да, на нее, говорит, мы пойдем, пойдем, пойдем. И что такое, когда в зале сидят 50 управляющих компаний? Это, ну, я просто других таких площадок за последнее время просто себе представить не могу. У нас многие жители не знают, что у нас есть не 50, а вообще сколько у нас управляющих компаний? По Кировской области больше 200. Больше 200. Знают, может быть, одну, две, дай бог, три, но не больше пяти, наверное. Ну, 10 знают наиболее образованные, 10. Сергей Николаевич, были не только управляющие компании, ресурсы, снабжающие организации. Это другой вопрос, я про это хотел сказать. Ведь все-таки на кого была нацелена? На управляющие компании? Как была нацелена? Вообще, Сбербанк, вот я, такое есть, мне нравится в этом случае слово, заморочился, здорово. Они собрались, во-первых, со всех участников предварительные вопросы, во-вторых, постарались, кроме вот этого эксперта, пригласить ГЖИ пришло. ГОСЖИЛ инспекция. Министерство энергетики. Министерство энергетики, энергосбыт. Ну, в общем, по большому счету можно было задать, управляющие компании могли задать все вопросы. И вот у нас был такой пул экспресс-вопросов. Это те вопросы, которые собрались заранее, и управляющие компании получили уже конкретные, прямые ответы на конкретные, прямые вопросы. Ну, конечно, Маликова, это вот тот монстр, который, представляете, целый день без опорного конспекта, с пунктами, с нормативными документами. Причем не так, что вот, ну, надо пользоваться вот этим нормативным документом, а конкретное разъяснение конкретных ситуаций. То есть, первое, теория. Потом, если идут вопросы от управляющих компаний, я думаю, что эту эмоцию расскажут представители управляющих компаний, которые там были. Конкретные, точные ответы, в том числе, там, и по мусору. Вот, про что не спрашивают, про все знают. Вот, я таких экспертов, честно говоря, за последнее время практически не видел. Молодцы, Сбербанк, что нашли, нашли. Я согласна с Геемиколаевичем, прямо не хватало. Чувствовала, что управляющие компании прямо голодными были именно по тем ответам, которые были у Ирины Петровны. Это действительно, они записывали каждое практически ее слово, это прямо было видно. И действительно, это здорово, что она приехала. Мы сейчас Татьяну Викторовну Демину, генерального директора управляющей компании «Азбука быта», спросим, надо пояснить, что «Азбука быта» обслуживает микрорайонные дома, которые построены компанией «Железно», чтобы понимать, где ваша сфера деятельности. Татьяна Викторовна, компании были представлены управляющие совершенно разные по масштабам, по объемам, даже по стратегии управления абсолютно разные компании. Совершенно верно. Раз мы вот сейчас вступаем с общими такими впечатлениями, то, пожалуйста, ваши впечатления. Ну, безусловно, первое впечатление – это огромная благодарность Сбербанку по организации таких мероприятий, потому что нам, управляющим компаниям, учитывая ограниченность, скажем так, ресурсов, посещать такие форумы, которые в основном проходят Москва, Санкт-Петербург, действительно с представителями такого уровня, как Маликова Ирина Петровна. Когда я узнала о том, что будет этот форум, безусловно, первым желанием было попасть на него, потому что это прямая возможность задать вопросы, получить или не получить ответ – это тоже другой вопрос, потому что это все-таки частности. Много управляющих компаний сидело, много было вопросов, и когда для начала модераторы спрашивали, будут ли вопросы, была тишина в зале, да, потому что каждый боялся, у каждого своя история, у каждого своя особенность, но после мероприятия мы ее просто одолели. Мы действительно выстроились в очередь и получили для себя наболевшие вопросы, индивидуально каждый руководитель, кто смог, он этой возможностью воспользовался. Я тут услышала очень важный момент в вашей речи, Татьяна Викторовна, это такая наша особенность, и эта особенность сформировалась именно из-за информационного голода, из-за отсутствия высококомпетентных экспертов по разным отраслям, чего не коснись вот у нас, чего не коснись. Мы, когда собираются такие конференции, и вот это можно было видеть, кстати, и по Урбан-форуму, и по различным конференциям, касающимся бизнеса, и даже по прямым линиям, извините, с губернатором, когда люди сидят в студии, вот последняя была прямая линия, все вроде бы пришли с ответами, но как только, как называется, с вопросами вернись. Но задать этот свой наболевший вопрос мы не можем. Мы не можем, потому что мы боимся, с одной стороны, что это как будто бы моя индивидуальная задача и проблема, возможно, я что-то сделал не так, может быть, я здесь профессионально не дотягиваю, или вообще это никого не касается, с одной стороны. С другой стороны, как это всё сформулировать, понятно ли, да, мы это формулируем. С третьей стороны, ответят ли мне вообще, не проигнорируют ли, не мероприятие ли это для галочки, вот пришли, сфотографировали, отчёт поместили, что очень часто случается. Это один из факторов, Светлана, но другой всё-таки, это действительно индивидуальность управляющих компаний, разные подходы, вы это тоже озвучили, потому что у каждого свои договорные особенности с теми или иными ресурсоснабжающими организациями, поэтому иногда кажется, что твой вопрос, он не касается всех, да, и будет ли интересно собеседникам слушать именно твою. Поэтому ждали просто общих вопросов, которые действительно интересовали большинство присутствующих на конференции. Перед тем, как мы прорвёмся на короткий перерыв, уйдём, надо ещё раз отметить, наши участники это подчёркивали, и для слушателей нужно ещё раз отметить. Очень важно, что вопросы, общие вопросы, острые вопросы, звучали не, вот, они ходили не между экспертом Ириной Маликовой и управляющими компаниями, а там присутствовали все заинтересованные структуры, участники, да, это, пожалуйста, там ресурсники, власти там были, контролирующиеся, все-все-все. И нужно было, чтобы ответ прозвучал для всех, что, ребята, вот так это должно работать. Не как ты думаешь, не как вы думаете, не как вы тут решили, не как вы тут сослались, а это работает вот так, для всех единая схема. Это очень важно, единые требования, единые подходы в этом отношении и прозрачность. Отсутствие вот этих критериев мешает грамотной работе. Касается это не только ЖКХ. Прервёмся на полминуты сейчас и уже пойдём подробнее по разным аспектам. Новое в жилищном законодательстве, касающееся управления многоквартирными домами, обсуждалось 2 ноября в Кирове на большой конференции, которую организовал Павел Сбербанк. И там все участники вот этого процесса, разных процессов, касающихся ЖКХ, присутствовали. Мы в первой части эфира попытались представить, для чего, собственно, и кто собирался. А теперь давайте представим те вопросы и направления, которые разбирались вслух. А может быть, потом Татьяна ещё нам, Виктору Надёмину, скажет, какие частные вопросы там возникали. Потому что это важно. Действительно, управляющие компании по-разному управляют. Они разного масштаба, с разными техниками управления своими многоквартирными домами. Мы с самых популярных начнём вопросов? Или мы начнём по... Мы зададим этот вопрос Сергею Николаевичу Улитину. Вот я думаю, что про что надо обязательно говорить, и что интересно широкому кругу участников, да, вот это вот разделение прямые договоры и прямые оплаты. Прямые расчёты. Прямые расчёты. С ресурсниками. Да. Две разные вещи. Это было настолько подробно рассказано, вплоть до таких мелочей, что, вот казалось бы, да, вот в тех или иных случаях мы, как жители, снимаем показания приборов учёта. У нас есть договор с прямыми расчётами. Ну, вернее, как, у нас есть прямые расчёты, куда мы должны отдать показания. Можем ли им отдать в управляющую компанию, обязана ли управляющая компания напрямую эти данные передать дальше по цепочке. Получается, да, в общем-то, такое право у нас, как у жителей, есть. Право. Да, да. А дальше мы цепляемся, цепляемся. И там, понимаете, вот почему там, наверное, вот шёл разговор на очень такие сложные темы, которые... Которые нам сейчас придётся просто объяснить, Сергей Николаевич. Просто объяснить. Время ограничено эфира, да. Потому что там разговорились специалисты. И вот все вот эти вещи, в том числе, как считаются при прямых расчётах, как, например, будут считаться перерывы в подаче ресурса. Нет горячей воды, раньше, понятно, да, позвали управляющую компанию. Она зафиксировала, или она знает, что такого-то по такому-то числу не было горячей воды. У нас изменилась форма отношений. Управляющая компания, где у нас там стоит? Стоит в цепочке. Вызывать её для составления акта не вызывать. Я, честно говоря, так до конца и не понял. А мы сейчас спросим, Татьяна Викторовна. Вы задели больной вопрос. За живое. За живое, да. Потому что на самом деле прямые договоры, прямые расчёты – это две большие разницы. И на сегодняшний момент практика только-только создаётся. И действительно чёткого понимания и действий, как правильно и как всё-таки даже невыгоднее здесь законно перейти на эти прямые договоры. Мы такую практику ещё в своей управляющей компании не начали, но я планирую попробовать, потому что что это даст? Это даст некую прозрачность, безусловно. В первую очередь это будет прозрачность. Для кого? Для собственников, для населения. То есть понимая, что он за тот или иной ресурс платит определённой ресурсоснабжающей организацией, а у управляющей компании остаётся прямое содержание обслуживания жилого фонда. Но при этом возникают ещё спорные вопросы между ресурсниками, а кто остаётся исполнителем коммунальных услуг. И вот этот небаланс, который возникает при передаче показаний собственниками и снятие показаний управляющих компаний, он пока ещё не урегулирован. Поэтому здесь сложности есть, но всё это решаемо совершенно верно. Вот для чего и нужны такие специалисты, которые расшифровывают нам законодательство, прям буквально по формулам, по запятым и точкам, которые нужно просто брать и начинать применять и создавать практику. Вот и всё. Что вы для себя, какой вывод сделали? Для себя сделали вывод, что однозначно нужно пробовать, нужно пробовать переходить. Но здесь большой нюанс возникает действительно в передаче показаний. Но у меня опять большой плюс. Специализированная компания «Застройщик железно» обеспечивает наши дома индивидуальными приборами учёта. У меня есть диспетчеризация. Сразу? Да. Это огромный плюс управляющей компании, что позволяет мне дистанционно снимать показания. И тогда я смогу, общаясь с ресурсоснабжающей организацией, чётко разделить. Это индивидуальные приборы учёта, это общедомовой прибор учёта, а вот она разница. Здесь не надо придумывать никаких формул, не надо никаких нормативов. Всё чётко и понятно. То есть людям просто надо пояснить, что те показания, которые они снимают в своей квартире со своих счётчиков, это то электричество, условно говоря, которое потратили они. Но ведь есть ещё электричество, которое идёт на освещение поездов, двора. Это коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества. И вот здесь два договора возникает. Прямой договор у собственников с ресурсоснабжающей организацией, а у нас у управляющих компаний договор с ресурсоснабжающей организацией в части КР на СОИ. Коммунальный ресурс на СОИ. Это некая аббревиатура, я уже тут профессиональными терминами. Коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества. Смотрите, какая история. У Железно дома сдаются с умными технологиями. Все квартиры оборудованы электроникой, все подъезды оборудованы электроникой, есть диспетчерский пункт, и все эти показания видит не только управляющая компания, но, собственно говоря, и собственник тоже может сразу проследить. У него там в программке... Последние новые дома, да, есть в программке, которые выходят, но основная масса сейчас именно такая. Последние, да, я вот посмотрела как раз, разбирали в Урбане тоже, смотрели, что это даёт людям, почему это выгодно и почему это нужно делать, в том числе и для того, чтобы можно было контролировать. Конечно, в первую очередь, чтобы контролировать свои расходы, контролировать управляющую компанию, контролировать ресурсы, снабжающие компании, с одной стороны. С другой стороны, что это даёт управляшкам, насколько я понимаю, да, это вот снимает вопросы об организации, да, даёт возможности тоже понимания того, что происходит. С ресурсом, снабжающими организациями, настраивать отношения. Да, теперь давайте вспомним, сколько проблем у управляющих компаний, которые имеют огромное количество жилых домов в управлении, от ветхого там какого-нибудь жилья до... Без наличия элементарных приборов у человека. Без вообще, да. Я себе очень... Управление, общежитие в управлении нет. Почему хочу на этом заострить внимание? Я уверена, что в течение ближайшего времени эта история всплывёт с такими вот разнородными домами и с тем, как застраиваются новые микрорайоны и сдаются новые дома. Я уверена, что федеральное законодательство, когда-нибудь строительное, будет требовать от застройщика... Это уже идут, уже есть законопроекты, которые в скором времени действительно обяжут о наличии на домах вот таких систем диспетчеризации. Мир не стоит на месте, мы же с вами это понимаем, да, инновации, технологии. Я вот видела информацию про так называемые умные счётчики, в том числе индивидуальные, да, которые показания из квартиры напрямую будут передавать в ресурсоснабжающие организации. То есть они сами, жилец вообще ничего не будет вписывать. Там каждый месяц просто раз, раз, раз передаются показания. Просто понимаешь, когда нет этих данных, мы это осознаём, да, и когда вот нет таких систем, очень сложно и жильцам контролировать, но это большое поле для спекуляций различных. И да, и вот в этой точке мы повторением отечения, то, что мы говорили в прошлый раз, иногда жители, уж хочу воспользоваться, жители подают свои показания, им в квитанции приходит другая, и мы эту ситуацию разбирали. Это связано с тем, что в некоторых домах выбран специальный человек, который обходит все счётчики, снимает, сводит баланс показаний в один конкретный день. Это очень важно, в том числе для управляющих компаний, чтобы был баланс, и люди не всегда помнят, что у них в своём доме такой человек есть. Так вот, для той организации, которая производит расчёт, информация этого человека, согласно решению общего собрания, согласно нормативке, важнее, чем то, что позвонил житель. Просто хочу напомнить. Да, смотрите, какая история. Я не знаю, насколько рады таким вот перспективам разные управляющие компании, потому что мы каждый год несколько дел имеем, в том числе и уголовных, по управляющим компаниям различным. Добросовестные управляющие компании должны быть рады, мне кажется. Но их у нас больше 200, как выяснилось, разных. Вот рейтинг управляющих компаний на сайте общественной палаты есть. Рейтинг добросовестных, всяких разных. Я удивилась, как много там пятизвёздных компаний, честно, удивилась. Надо вот, мы в конце года будем подводить итоги и смотреть эту историю, эфиры, конечно, будем делать. Но, смотрите, вот ещё, а как ресурсники на это отреагировали? Для них это новое? Для них это выгодно, Сергей Николаевич? Конечно, для них это выгодно, потому что любые точные сборы показаний, про что они сказали? Кроме диспетчеризации, управляющая компания, надо сразу понимать, благодаря этим приборам, видит в том числе, сорвана ли пломба. Да-да-да, динамика. Работает счётчик или нет? Нет ли каких-то утечек? Представляете, вот можно ходить по дому, проверять, не бежит ли что-то в подвале, а можно выставить показания в программе, и когда небаланс достигает какого-то значения, ну, условно говоря, зажигается красный сигнал, и туда уже пора посылать сантехника, потому что что-то не так. Где-то есть утечка, да. Давайте мы сейчас перейдём к теме очень насущной. Мы уже сегодня упоминали, что арбитражный суд принял решение не открывать полигон в Осенцах пока что, мы не знаем, что будет дальше, но вопрос по мусору, это буквально вопрос, мне кажется, ежеминутный. Мы сталкиваемся с этим вот нон-стоп, и даже уже не являясь там просто журналистами, мы-то с вами понятно в этом всем баримся, и вы тоже, поскольку вы связаны с этой сферой. Но тем не менее, платёжные документы, которые должны приходить по мусору, тарифы, которые до сих пор нам не озвучены и непонятно, да, они ещё пока не будут распространяться. Они ещё, по-моему, не утверждены, и даже не утверждён ещё механизм, как выяснили несколько дней назад. Совершенно верно. Но вот частный вопрос, давайте с него начнём, а потом пошире возьмём, вот частный вопрос единого платёжного документа, о котором нам говорят, вот мы опишем сразу, да, говорят, что придёт платёжка после Нового года, где плата за электроэнергию и плата за мусор будет в едином платёжном документе. Одной строкой, двумя разными строками, но с одной суммой итоговой. Совершенно верно. Последняя, 13-я конференция, которая прошла Министерство энергетики, не помню какого числа, недавно абсолютно, Редькин, министр ЖКХ, довёл информацию, где было чётко сказано о том, что действительно у регионального оператора на сегодняшний момент заключён биллинговый договор с энергосбытом, и квитанция, в этой квитанции действительно будет данная строка вывоз ТКО. Соответственно, всем сейчас нужно об этом уже говорить, что в феврале, в начале февраля наши горожане получат такие квитанции, те, кто имеют уже прямые договоры с энергосбыт, кто ещё не имеет, соответственно, это будет тоже заключение договора с рекоператором. И по поводу, кстати, механизма, мы тоже услышали от министра ответ. Мы задавали вопрос, и Сергей Николаевич этот вопрос задавал по поводу тарифа, что немаловажно, что действительно рассматривается вариант дифференцированного тарифа. Для города это квадратный метр, для области это всё-таки с регистрацией, с количества регистрационного учёта. С человека. По прописке, либо по собственности. Вот это мы тоже услышали, потому что, например, опять же, перекладывая на свою управляющую компанию, безусловно, меня волнует вопрос вывоза ТКО. На сегодняшний момент с КДУ заключён договор, и мы ежедневно вывозим мусор. Если будет какой-то другой тариф, мы не знаем всё-таки, какой он, меня волнует. У меня по-прежнему будет ежедневный вывоз? Порядок в моих жилых комплексах будет или нет? Я волнуюсь, потому что собственники будут спрашивать. Они с вас будут спрашивать? Конечно. Несмотря на то, что мы говорим о том... До энергосбыта они не дозвонятся просто. Ну, это вообще отдельная тема, да, о чём мы тоже переживаем. Будет слишком много просто желающих. Кардинально меняется подход, поэтому здесь необходимо получить, наверное, наконец-то вот этот тариф и понять, а что же всё-таки с ним будет, и будут ли соблюдаться те же самые условия, которые сейчас существуют с управляющими компаниями. Вчера я была тоже в Куприте, общалась с замдиректора, которая также озвучила, что не нужно волноваться, действительно, там, январь-февраль месяц, ну, не будут они, как все говорят, демонтировать контейнера, не вывозить мусор. Они это тоже отчётливо понимают, поэтому им нужно сейчас провести огромную договорную работу, ведь это ещё и не жилые помещения, не только собственники. Поэтому, ну, и, естественно, основная – это всё-таки тариф, от чего и будет зависеть, как будет производиться вывоз ТКО. А для собственников сейчас эта информация, понятно, должна быть только в одном, что это действительно будет отдельная квитанция и отдельная коммунальная услуга, чтобы это все понимали. Мы разбирали этот момент тоже с нашими гостями. Я задавала вопрос вот и Сергею Николаевичу задавала, и Роману Титову задавала, и Яну Чеботарёву вчера задавала. Вот хотелось бы мне, наверное, всё-таки вот, чтобы Сбербанк объяснил, как это выяснил. Да, ты задай вопрос, а после перерыва мы ответим. Значит, две строки в одной квитанции, единая сумма к оплате. Человек, потребитель, который приходит, желает оплатить отдельно. Свет – отдельно мусор. Может быть, у него не вывозили отходы, может быть, ему там пересчитали что-то, может быть, по свету, кстати, да, какой-то перерасчёт, ещё что-то. Он может это сделать или нет? Через две минуты. Разбираемся в жилищном законодательстве. Мы берём вопросы, которые касаются абсолютно каждого горожанина, каждого жителя нашего города и региона. И, конечно же, единый платёжный документ и единая платёжка за свет и за мусор, который будет приходить, как нам было сказано, устами господина Редькина. После первого, это министр ЖКХ Кировской области, после первого января вызывает очень много вопросов. В частности, могу ли я по этому единому платёжному документу всё-таки заплатить не всю вместе сумму, а отдельно за свет, отдельно за мусор и ещё, может быть, даже в разное время. Что скажет Сбербанк, Марина Викторовна? На самом деле, на сегодняшний день технологии ушли уже далеко, и мы можем эту возможность предоставить, и мы даже её уже предоставляем. Скажу, как есть сейчас. На сегодняшний день для жителей Кирова-Чапецка, которые работают с Т-плюс, мы уже проводим расщепление всех поступивших платежей. Что это означает? Что клиент, физическое лицо, оплачивая квитанцию, его денежные средства дальше уходят сразу же в те организации, которые предоставили услугу. То есть, например, электроэнергия ушла в Т-плюс, условно, там мусор в другую сторону и так далее. То есть именно тем, кто предоставил эту услугу конкретно физическому лицу. Это делает оператор? Это делает банк. Это делает банк. Да, то есть оператор потом получает уже только сумму за те услуги, которые он предоставил. Дальнейшее, это расщепление, оно сейчас, как я уже сказала, у нас запущено с Т-плюсом. Дальше мы как раз на конференции всем управляющим компаниям рассказали про наш продукт, разработанный как раз с дочерней компанией Сбербанка. Расчетное решение. Татьяна, схема прямо лежит. Да, она называется БРИЗ ЖКХ. Она на сегодняшний день активно используется в Тульской области. И мы как раз о ней подробно рассказали. Как раз эта система позволяет и физическому лицу видеть, нашему гражданину видеть, куда именно уходят его платежи. И самое главное выбирать, что он хочет заплатить. Например, если я из пяти услуг готова оплатить сегодня три, то две остальных я просто обнуляю, то есть по ним указываю на ли, я плачу только три. Это электронная система или через терминал? Это программное обеспечение, обеспечивая, расчетная информационная система. БРИЗ ЖКХ, это как раз программа для... Она еще не стоит. Это подожди, это еще новые технологии. Да, это продукт, который мы предлагаем управляющим компаниям, то есть они покупают эту программу. Дальше мы вместе налаживаем электронный документооборот, электронную коммуникацию, и уже получается, управляющая компания видит, мы видим. И на выходе, самое главное, доволен наш клиент. Ну, это происходит в тот момент, когда вот он приходит с платежкой, в которой, например, три каких-то графы, да, он оплачивает полную сумму, вы эту сумму разделяете. Да. Если человек приходит с платежкой, в которой две графы, одна за свет, другая за мусор, и одна единая сумма, он говорит, я готов заплатить за электричество, но не готов оплатить вывоз мусора, потому что у меня не вывозят. Оператор, который принимает квитанцию, если мы говорим о оффлайн-контакте, он может сказать, да, хорошо, я принимаю, у вас платеж за свет. Именно так он и скажет. Кто должен назвать реквизиты? Оператор может посмотреть реквизиты где-то у себя, или это должен сделать житель, который приходит с квитанцией? Для того, чтобы не было недоразумений, мы все-таки рекомендуем, чтобы житель приносил с собой реквизиты. То есть, если такая ситуация возникает. Если у нас, как раз мы работаем с поставщиком услуг, с управляющей компанией через расщепление, то в этом случае мы можем это сделать и без реквизитов. То есть, здесь надо два момента разделять. Расщепление, когда у нас есть с управляющей компанией либо с ресурсной организацией через Брис ЖКХ, либо другим способом, то мы реквизиты не будем требовать, даже если клиент хочет заплатить меньшую сумму. А если мы не работаем через расщепление, то нам нужны будут реквизиты. Но теоретически, возможности платить две услуги в разное время двумя платежами, она есть. И еще не полностью даже. Она есть. Можно частями оплачивать услуги. Если ты приходишь в офис, ты идешь к окошку, ты берешь свою квитанцию, реквизиты и поясняешь, куда именно сейчас и какую сумму ты направляешь. Вот. Возможность есть. И самое главное, что эти возможности даже есть, не выходя из дома. То есть можно точно так же найти через название компании, через ИНН организации реквизиты в Сбербанк онлайне и все это сделать, ввести ту сумму, которую необходимо, хочется заплатить прямо дома. Либо не выходя из работы. Вот смотрите, еще какая история возникла на конференции. Татьяна нам уже говорила, что поднимались острые вопросы, поднимались во время конференции. Потом еще отдельная очередь стояла к специалисту, которого пригласил Сбербанк. Кирине Маликовой. Потом еще досылали, я так понимаю, свои вопросы. И все ведомства, которые принимали участие, а сейчас эти вопросы получили. Например, я приведу примеры. ГЖИ получила следующие вопросы. Специалисты ГЖИ часто предъявляют необоснованные требования управляющим, что такое ООО? Управляющим организациям. Организациям, простите. Оформленные в виде предписания. После признания предписания недействительным через арбитражный суд наказывается ли специалист, выдавший предписание, когда будет существовать ответственность госоргана за необоснованные требования. Например, министр ЖКХ, министерство ЖКХ и энергетики получало следующий вопрос. В городе большой процент домов, кровли и строительные системы, которых находятся в варийном состоянии. Работы пока по ремонту кровель запланированы на 18-20-е годы. Но по непонятным причинам эти работы были перенесены на 23-26-й. Притом деньги на домах имеются. Возникает опасение, что до 26-го года кровли могут не простоять и рухнуть под снеговой нагрузкой. Вопрос, по каким причинам были перенесены эти сроки, кто будет нести ответственность, если произойдет трагедия. Очень насущный вопрос. У меня в доме на 36-й год крыша запланирована к ремонту, а дом был сдан уже с крышей неправильной, она уже прогнила, протекла, они сосули образуются. И только 36-й год. Хороший вопрос, я бы хотела получить на него ответ. У вас в доме просто мало жильцов, вам накопить надо. А до этого пускай все помрут. Под сосульками, под рухнувшей крышей. Так, дальше. Эксперту много вопросов было послано. Кто будет обслуживать... А, это не эксперту, это опять же Министерство ЖКХ. Кто будет обслуживать, убирать контейнерные площадки? Кто будет контролировать уборку контейнерных площадок? Это управляшки написали? Больной очень вопрос. Это управляющая компания не знает, кто будет обслуживать и говорят, кто его собирать. Они тоже не знают. Не просто так. Вопрос... Это не со своей стороны, а со стороны коллег, потому что многие контейнерные площадки находятся на муниципальной земле. Вот здесь, скорее всего, с чем вопрос связан. Это не придомовая территория. Это не придомовая территория. Естественно, возникает вопрос, а в чьей зоне ответственности и кто это будет обслуживать. Поэтому здесь вопрос не потому, что они не знают, что делать, вопрос, в чьей зоне ответственности это будет. До сих пор мы знаем, что идет инвентаризация контейнерных площадок, до сих пор проводится эта работа, она еще не опубликована нигде, поэтому у многих управляющих компаний действительно такой вопрос есть. Это настолько важный вопрос. Вот мы когда начинали в программе «Урбан» в начале лета освещать мусорную реформу совместно с Купритом и САХом и прочим, мы как раз и говорили, ребят, давайте делать цикл программ, вот буквально каждые две недели отслеживать ситуацию и говорить, говорить, говорить. Проект закончился через месяц, через две программы все завершилось, все замолчало и до сих пор молчит. Мы не знаем, как все будет. Ни о тарифах ничего не знаем. Это огромная работа. Ни по площадкам ничего не знаем абсолютно, ни по полигону, как выясняется, ничего не знаем, вообще ни почему. Но, кстати говоря, вот здесь вопросы о сортировке мусора задавались, ведь согласно законодательству мусор должен быть сортирован и вывезен на разные площадки. Вот здесь какая нагрузка на управляющих компаний, согласно законодательству, ложится? Этот вопрос, на самом деле, был, скажем так, немного отодвинут, потому что мы все понимаем, да, что сортировки как таковой нет. И переработки как таковой нет. Да, поэтому давайте наладим элементарные пока вопросы по вывозу и по содержанию. Давайте в конце концов поймем, будет ли куда вывозить после первой мировой мусора. А потом уже будем, потому что практика есть, действительно, и многие жилые комплексы, и мы ставили отдельно контейнер, допустим, под бумагу, и КДО это тоже делали, но мы понимаем, что это все вывозилось в одно место. В одно место. Поэтому сортировкой пока это вообще вопрос сложный и... А жители охотно, кстати, сортируют? По-разному. Понятно. Вот здесь важно работать, мне кажется, не то чтобы даже адрес, надо начинать с самого младенчества и воспитывать это уже... Смотрите, какая история. Я вижу, вот я вчера рассказывала, я вижу, когда я везу дочку в школу, вижу, что, простите, старики и старушки сортируют мусор прямо у бочков. Вот прямо, вот они бумагу оттуда вытаскивают эту упаковку. Пытаются это делать. Каждое утро куда-то везут, за 3 копейки задают. Дальше правительство Кировской области объявляет, что завод «Прожектор» в Котельниче, вот буквально вчерашняя новость, значит, новую схему переработки ТБО и утилизации бытовых отходов обсудили там вчера, в среду побывали там власти региона, в августе была запущена новая высокоавтоматизированная линия по производству полипропиленовой мононити, исходным сырьем для нее являются отходы пластика, пластиковые бутылки. Как вы думаете, откуда к нам поступают пластиковые бутылки не из Кировской области, внимание, не из Кировской области. Где-то кто-то сортирует и привозит. И привезет к нам. И привезет к нам. Я тоже специально посмотрела, даже не то, что специально, два месяца назад на одном из центральных каналов нашего телевидения была передача, очень мне понравилась, и перед эфиром тоже зашла, снова нашла. Я один из руководителей ТСЖ в Подмосковье рассказывала свой пример, что они 200 тысяч в год экономят, получается, на вывозе пластика, а в целом их экономия, получается, 400 тысяч от раздельного мусора. Плюс за сдачу макулатуры им привозят весной рассаду. Соответственно, с одного дома... То есть и жители еще получают. Я была летом в пиковских микрорайонах в Подмосковье, а там все... Это Москва. Да, во-первых... Такой маленький... То есть в Подмосковье не строят пик? Может, и строят, но, по-моему, ты была в Москве все. Не надо личных подробностей, где я в каких микрорайонах была. Значит, пиковские микрорайоны. Там, во-первых, все мусорные площадки на замке, они закрыты. А у нас будет, кстати, такая. Во-вторых, у каждой мусорной площадки работает парочка товарищей нерусской национальности, но очень работает хорошо. Они все время сортируют. Ну, кроме того, что там стоят отдельные сетки для пластиковых бутылок, они вот там стоят вообще без проблем, без всяких. Уж пластиковые бутылки город Киров может котельничью обеспечить. Сто процентов, если бы здесь поставили... Мне кажется, на несколько лет вперед. На несколько лет вперед. Последнее слово Сергею Николаевичу. Делать. Потому что мы спрашиваем, где результаты, где ответы на вопросы будут опубликованы, Сергей Николаевич. Те вопросы, которые сформированы в результате конференции, переданы надлежащим ведомствам, как только мы получим все ответы с помощью Сбербанка, мы обязательно их опубликуем на сайте Общественной палаты. Общественная палата. Вообще, заходите на сайт Общественной палаты. Он у нас один из лучших в стране. И, конечно, мы обязуемся управляющим компаниям все-то отправить, все ответы на вопросы. Мы уже получили не ответы, мы получили как минимум презентацию Маликовой, что для нас тоже очень важно. Поэтому Сбербанку еще раз огромное спасибо за организацию конференции. И очень хотим, чтобы это было на постоянной основе. С такими специалистами такого уровня. Кстати, журналисты тоже с таким запросом к Сбербанку обращались. Так, Сергей Николаевич. Минуска есть, да? Нет, 20 секунд. 20 секунд. Один из вопросов, который должен всех интересовать, это при переходе с одной управляющей компании на другую дома, остатки на доме. Вот очень было подробное разъяснение. И мы возьмем это отдельной темой в другой программе, сделаем с управляющими компаниями большой разворот на бизнес. Спасибо всем нашим гостям. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина, Светлана Занько. Всем хорошего дня. Всего доброго.